Добрый вечер. Глава Вайхи. Это наш третий урок по главе Вайхи для поднятия души Яков Бемнахум. И призывал Яков сыновей своих и сказал, Соберитесь, и я сообщу вам, что случится с вами в грядущие времена. Сойдитесь и послушайте сыны Якова, и послушайте Исраэля, отца вашего. Реувен, первенец ты мой, крепость моя и начаток силы моей, избыток величия и избыток могущества, стремительный же, как вода, не будешь иметь преимущества, ибо ты взошел на ложе отца твоего, а сквернил тогда восходившего на постель мою. Реувен лишается преимущества. Почему он его лишается? Потому что написано, что Реувен лег с Бильгой на ложницей отца своего, услышал Исраэль. И стало у Якова двенадцать сыновей, Реувен первенец Якова. Наши мудрецы говорят, что он вмешался в отношении отца с его женами. Отец сам знает, когда ему ходить, к какой жене. И Реувен считал, что отец после смерти Рахери должен идти к его маме. И влезть туда, куда ему не нужно было, поэтому он лишается первенства. Вот так. Это считается серьезным нарушением. И первенство передается первенству Рахери Иосифу. Стремительный, как вода, у него решение мгновенное, даже будучи ребенком, четыре года ребенку, он видит, что мама не рожает. Бежит в поле, находит мандрагоры, растение от бесплодия, приносит. В общем, действие у него такое мгновенное. Потом видит, что не может добиться результата, просит. Просит Якова, чтобы он отпустил с ним Беньямина. И говорит, если я его не приведу, то умертвишь двух моих малюток. То есть Яков говорит, как это так? Что такое говоришь? Как я могу умертвить Хитцерона и корми? Как я могу такое сделать? За кого меня принимаешь? Такие у него поступки. Потом он говорит братьям своим, давайте не убьем его, бросим его в яму. В яме змеи и скорпионы. Тоже поступок невероятный. Да, есть у нас много подобных примеров, что Всевышний спасал из невероятных ситуаций. Из горячей печи он спасает и нашего праотца Авраама, и спасает и Даниэля, когда его бросили в ров со львами. То есть есть у нас эти случаи, есть примеры. Но надеяться на Всевышнего в такой ситуации, это очень непросто. Но он считает, что все будет хорошо. Он считает, что у него шанс есть спасти Йосифа. Хотя он скорее не подумал, как следует над этой темой. Если бы он умолял братьев просто его упростить, это было бы намного легче. Шимон и Льви братья. Орудия грабежа свойственны им. Не вступи с ними в сговор душа моя, и к обществу их не присоединяйся, честь моя. Ибо в гневе своем убили людей, и по прихоти своей истребили волов, проклят гнев их, который силен, и ярость их, которая жестока. Разъединил бы я их в Якове, и рассеял бы их в Израиле. Действительно, поступки Шимона и Льви Якову не понравились. Когда они уничтожили город Шхем, и отомстили за Дину. Яков говорит, что проклят гнев их и ярость. Ни в коем случае он их не проклинает. И говорит, людей убили, и быка тоже. Чуть не убили. Бык имеется ввиду Йосиф. Потому что Тора сравнивает Йосифа с быком. И разделил бы их в Якове, рассеял бы их в Израиле. Мы знаем, что колено Льви получило 48 городов. И они действительно живут в разных местах все. Также и колено Шимона стали обучать детей Торе. Миломедами стали. Ходили по всей стране. То есть, как-то не жили в одним коленном месте. Тебя, Игуда, восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся те сыны отца твоего. Молодой у Леви Игуда. От насильства ты, сын мой, удалился, преклонился. Лег он как левый, как леопард. Кто посмеет потревожить его? Не отойдет скипетр от Иуды. И законодатель из среды потомков его, пока не придет в Шила. И ему повинение народов. То есть, вначале здесь говорится о Давиде. А когда говорится, пока не придет в Шила, это уже говорится о Машеяхе. Который будет из колена Игуды. Из потомков Переса. К виноградной лозе привязывает он осленка свою. К лозе нежный сын ослица своей. Моет вине одежду свою. И в крови грозе в одеяние свое. Краснее вина глаза его, юбилее молока его зубы. То есть, это очень хорошее благословение. И изобилие винограда, и изобилие молока. Очень шикарное благословение у Игуды. Звол он у берега морей во дворица. Он и у корабельной пристани, предел его до цедона. То есть, он будет богачом. Он будет владеть морской торговлей. У него будет песок, из которого делают стекло. У него будет улитка, хилозон. Он, Браху, получает на нее и получает особенно дорогую краску для того, чтобы красить кисти цицит голубым светом. И Сахар осел костистый, лежащий среди заград. Увидев, что покой хорош и что сторона приятна, он преклонил свою спину для ноши и стал преданнейшим дружником. Дружником Торы. Это мудрец Торы, который все время учит Тору. Его надо содержать, поэтому говорит в Маше, в главе Браха, он говорит, радуйся, Зволун, выходу своим мыслям. И Сахар, шатрат, творих и так далее. То есть, они делят вместе материальное богатство, которое зарабатывает Зволун в этом мире и в будущем мире. И в этом делят Тору, которое выучит Исахар. Они вместе. У нас есть примеры в Торе таких вещей, что один человек зависит от другого. Когда Наах говорит, благословен Шем, и Ефин будет обитать. Обитает Ефин, Шатрах Шема, Кнаджа будет им рабом. То есть, Ефин зависит от Шема. Если он будет обитать в Шатрах Шема, то у него все будет хорошо. Вот так тоже. Дан будет судить народ свой, подобно каждому колену Израиля. Будет Дан змеем на дороге, а спидом на пути, который язвит ногу коня и падает в садик его навзничь. На твою помощь, на ее есть Бог. Он будет судьей. Гад будет ратовать на него, он возвратится по пятам. То есть, очень сильные войска, они возвращаются домой невредимыми. То есть, сколько пяток на войну пойдет, столько и вернется. От Ашера тучин хлеб его, и он доставлять будет явства царские. То есть, пишется, что у него будет огромное количество оливкового масла. Когда-то жители Каппадокии пришли, хотели купить масло, но нигде масла не было. А у Ашера было, сколько они хотели, столько взяли и сказали, вам нужно будет еще, еще придете. На втали прытка лань, произносит он, речи изящные. То есть, у него будут быстро созревать плоды. И он скороход. Растут плодоносный Иосиф. Растут плодоносные переисточники. Побеги каждый через ограду переступает. Его огорчали и стреляли. И враждовали с ним стрельцы. Но твердо остался лук его, и тверды были мышцы рук его, поддержанная ладыка Якова. Оттого пастырем стал твердыней Израиля. Всесильный отца твоего, который помогает тебе, и всемогущий. Да благословите благословениями неба свыше, благословениями бездны, лежащей внизу, благословениями персей и недр. Благословение отца моего превышает благословения моих родителей до вершины холмов вековых. Да будут они на главе Иосифа, на теме неотличившегося от братьев своих. То есть, какие бы трудности у него не были, он получает очень большое благословение. Мы это вчера говорили на уроке о его сыновьях, в благословении Миноша Ефраима. Бениамин волк хищный, утром будет есть добычу, вечером делить добычу. Это говорится о наложнице из Гивы, ситуация, когда зверски убили женщину. Наложницу из Гивы, она была наложницей левита. Мы это читаем в книге пророков. И потом им не давали невесты, они вынуждены были воровать себе невест. Вот так вот. Вот все двенадцать колен Израиля. И вот как говорил им отец их и благословил их, каждого по его дарованию, благословил он их. И повелел он им и сказал им, я собираюсь к народу моему, похороните меня при отцах моих в пещере, что на поле Эфрона Хита в пещере, что в поле Махпела пред Мамре, в стране Кнаан. Ибо купил Аврагам это поле от Эфрона Хита в собственность для погребения. Там похоронили Аврагама и Сару жену, его там похоронили и Схакаримку жену, там же похоронил Ялею. Приобретены поле это с пещеры, которая в нем, на нем у сыновей Хита. И когда окончил Яков завещать сыновьям своим, подобрал он ноги свои в постель и скончался, и был приобщен к народу своему. Что значит подобрал ноги свои?